Книга «Открытым оком». Том 1. Тема молитва. Вопрос 56. Как молиться за пьяниц? Они, как правило, не крещеные. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Православная церковь – совершенно неправильное понятие молитвы за нецерковных людей. Существует вполне укоренившееся правило подачи записок за здравие и за упокой. Все население земного шара вписывается в эту нехитрую схему и в давно засовший трафарет. Живым нужно здоровье, ибо люди живут под главным лозунгом «жить, грешить и не болеть». Ушедшим из этой жизни и не помышлявшим, и ничего не знавшим о Царстве Небесном, родные и близкие за деньги через наемных молельщиков пытаются исходотайствовать место в Царстве Божием. Это все и молитва в грех, ибо Писание говорит без всякой двусмысленности, что неверующим во Христа, не имевшим на земле личной встречи со Христом, ничего не предусмотрено, кроме гнева Божия за гробом. Иоанна 3.36 2 Коринфянам 5.10 Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5.10 Марка 16.15 И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евреям 11.6 А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. По учению Христа, не примирившиеся с Богом при жизни, не принявшие Христа в свое сердце при жизни, как своего Спасителя, и не жившие по его святым заповедям, не имеют никакой надежды на изменение своей участи за гробом. Лука 16.25 Но Авраам сказал, чадо, помни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой, а ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь, и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Поэтому пьяница за всех некрещенных должна быть третья категория просьб записок, в кавычках, об обращении, чтобы каждый из них добровольно, с искренним желанием, уверовав, обратился ко Христу и принял его в свое сердце, как искупителя своего, и, примирившись с Богом, жил в Духе Святом и в любви для Него. И это возможно не через записки о здоровье пьяниц, которые им совсем ни к чему, но через живую евангельскую проповедь. Римлянам 10.8.11 Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, но есть слово веры, которое проповедуем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится».